Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодняшняя тема – черенкование. Посмотрите, то, что мы черенковали с вами примерно месяц назад. Это были флоксы и смородина, там еще гортензия, и все благополучно принялось. Я показываю, потому что вы должны видеть результат, чтобы вас это не пугало. Посмотрите, какие хорошие новые побеги отросли у каждого черенка. Просто замечательные. Эти черенки готовы к посадке. Но вот если бы я посадила каждый в отдельный горшок или просто в землю, а вы видели, там оператор поснял целую полоску флоксов, я их не буду пересаживать. Они будут жить там до весны. А вот весной они уже благополучно образуют корневую систему. И весной она укрепится, и только тогда я их пересажу. А эти, конечно, нужно очень аккуратно пересадить. Нарушая корневую систему, мы отодвигаем все время адаптацию растения в наших условиях. То есть в новом месте, где будет расти вот этот цветок, этот флок, ему некомфортно, ему снова надо привыкать к освещению, чтобы у него ни водный режим, ни световой, никакой не нарушался. Поэтому очень аккуратно с комом земли пролив предварительно водой. Посмотрите, ну разве это не чудо? Это ведь на следующий год все зацветет. И поверьте, что это так случится. Поскольку мы сейчас в тяжелых экономических условиях, да, и Голландия нам что-то там машет своими руками из-за этого моря и говорит, что они опять там какие-то санкции, опять нам то не дадут, это не дадут, давайте научимся делать и без голландцев то, что они делают нам за деньги. Вот это все бесплатно, понимаете? Для каждого из вас. Для того, чтобы очеренковать флоксы, нужно взять черенки, так же, как и пион, за две недели до цветения. Все, разделили, как я вас учила, можете в ящик, можете в горшочки. Горшочки на зиму можно просто закопать в землю на тот же уровень, как они растут. То есть верх горшка, это поверхность земли. И все, и до весны все там прекрасно вышивит. Можете прикрыть лапником, можете сахарным мешком, да чем угодно. У вас все получится, черенкуется практически все. Поверьте мне, я это все проходила. Всего вам доброго и до свидания. Всегда ваше. И всегда приду на помощь. Тетя Таня.